Надо все прибирать, у меня вон там на этажерке куча вещей накидано, которые нужно разобрать еще раз, потому что я забыла уже какие у меня там есть, и разложить по возрасту на какую-нибудь одну полочку от нуля до трех, что получше, что похуже, что получше бы вносить в первую очередь, что похуже во вторую. Или вообще не будем, может, там просто выбирать не будет. Кто сегодня дома? Аааа, животик! Кто сегодня дома счастливый сидит? А Сава может быть в садике? Нет? Никто сидит в садике. Нету Савы в садике. Никто дома не сидит. Вот, ой, это наш пталок был, белый. Так, а я лежу, и мне ничего неохота делать. Лежать так хорошо. Там еще и мои какие-то накидыны шутки. Киса! В садике сегодня трубы варят. Сказали, если есть возможность, посидите дома. Так удачно. Нам как раз сегодня надо было бы все равно раньше из садика забирать, чтобы идти в школу на предварительное тестирование. Так мы просто сегодня не пошли никуда. Вот. Завтра еще у старшего сына в школе собрание. Ну, там вечером будет уже. Так что каждый день тут буду в школу ходить. Завтра тоже хотелось бы попасть на собрание, Ром. Поэтому давай еще завтра посидим дома весь день до ночи. А там поглядим уже. Завтра еще мне тогда, так как завтра четверг, нужно идти сдать кровь на антитела. Какие-то врачи странные сами мне ничего не дают. Ну, вот если я не напомню, что мне надо на антитела сдавать, то они ничего мне не дают. И мне не дали в этот раз направление на КТГ. 38 недель у меня уже сегодня. Представляете? На КТГ направление тоже не дали. Сестра уже давно сходила. У нее на 2 недели меньше. У нее 36. Она, наверное, где-то то ли в 35, то ли даже до 35 сходила. А мне не дали. Не давали ни разу. Я и сама забыла спросить в прошлый раз. Я помнила, помнила. А потом забыла, как всегда. И, короче, вот. На КТГ не ходила. Я не знаю, теперь, наверное, уже смысла не имеет. Но они сердцебиение, конечно, сами каждый раз слушают, что ясные. И самое смешное еще... Я сейчас заглянула в свою книжечку. Смотрю, она не написала. Она мне сама проверяла предлежание. То, что головой. Говорит, вот голова, да, вот здесь типа ручки, там попа. А в книжке она не написала этого. Кушкина наш. Не написала. Представляешь, что головой лежит. Может, мне самой дописать. А то потом в роддом вдруг приеду, там посмотрят, а что, как у вас лежит. И скажут еще, может, неправильно лежит. А что-то она там думала, что головой и ничего мне не сказала. И никуда мне заранее не направила. Вот это будет вообще большой облом. Поэтому я просто не парюсь. И надеюсь, что все в порядке. Пока. Пока. Вот такие вот дела. 39-я неделя пошла. Я-то думала, в начале апреля рожу. Начало апреля, я думала, числа до 10-го. А сегодня уже 11-е. Ну, так как всегда, вот, и получается, что до конца и доходишь. Главное, чтобы сестра, у которой срок на 2 недели меньше, раньше меня не родила. Что мне не хочется после нее рожать. Хочу пораньше. Ну, или в один день давайте хотя бы. Вот. Завтра, значит, поеду сдавать кровь на антитела. Завтра четверг. В пятницу не принимают на прием 17-го числа во вторник. Я доживу до него, дома-то или нет. Не знаю. Имеет ли смысл сдавать кровь или нет. Можно, конечно, в понедельник, но мне там еще же надо анализы мочи сдавать. Мочу надо в 8 утра, а кровь на антитела в 11. В общем, как-то не очень удобно то, что в разное время. Интересно, как мы сегодня сходим на собеседование. Да, Саша, интересно, как мы сходим сегодня на собеседование, предварительное тестирование в школу. Наверное, классно. Да? Я не хочу. Почему? Я думаю, тебе там все понравятся. Тетеньки интересные там будут. Может, там еще другие ребята будут, какие нам по времени. Ровно сказали 15-30 подойти. И забыть бахилы. Но тебе мы возьмем, наверное, тапочки, да, сменные, чтобы удобнее было. А мне бахилы возьмем. Так, пойдем. Саша, когда его отправляли в садик, думала, что он будет со старшим братом в одну группу ходить. Сейчас, когда его в школу направляют, он тоже, наверное, думает, да, что в тот же класс, что и Тему ты будешь ходить? Да. А в третий прям пойдешь сразу? Да. Ну, ты, конечно, можешь, я не сомневаюсь, но ты пойдешь в другой. Я думала, может быть, ты под классом понимаешь именно кабинет, в который Тёма ходит, да? Нет? Да. Ну, ты, наверное, пойдешь в другой кабинет, потому что у них уже там, сейчас у них там второй и первый класс, соответственно, у них там будет в следующем году третий и второй. Если хочу. Еще? Нет, кто? Нет. Да, а мама что, тебя не кормит, что ли? Да. Ну, бедняжка, мама не кормит, Саша. Пока тогда. Пока тогда надо маме кормить ребенка, малыша моего. И грустно играть не с кем. А, грустно. Да хоть и то в садике не с кем играть грустно, дома не с кем играть грустно. Тогда не с кем. Все, скоро же этот год весело. Эй. Светлый соседей? Угу. Угу. Пошел. Давай, иди. Пойдем кушать сейчас. Пельмени хочешь сварю? Пельмени. Вау, классно. Синие тапки. Угу. Ну, давай прибираться. Кучка. Или кушать сначала, наверное, да? Потом прибираться. Да, потом то все прибирать. Пошел прибирать сразу? Угу. Эй, не это, не это. А что? Это мои всякие пошивошечки. Пошивошечки прибирать не будем пока. А что? Это? Дожди, надо другие вещички пить. О, какая! Ну, как? Что? Костно. Чувствуется витамин Сета? Нет. Чувствуется. Что? Витамин. Витамины чувствуются? Угу. Ну, побежали витамины. Школьников. Школьников и не должно быть. Школьников не должно быть. Мы идем с Жулькой на тестирование школ. Уже, можно сказать, опаздываем. Минут пять, наверное, осталось до нашего времени. Я не знаю, что это в школу. Вот. Зоропимся. Взяли с собой сменку для Саши, а мне бахила. Вот. Торопимся, торопимся, бежим. Не забудь, что ты не в резиновых сапогах. А? В лужу нигде не ступи. Я не хочу ступить. Угу. И не упади. Денечек опять солнечный. Здра была минус два. Сейчас уже, наверное, плюс. Четыре, может быть. Я видела только плюс два. Минут. 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 Александр. Все верно? Да, правильно. Скин подрешел? Скин подрешел? Кто? Кто? ну кто не заругается как увидят конечно это же не для прыжков сделано сходили мы на тестирование что я могу сказать вопросы короче за эти два года не изменились все вопросы задания те же самые что у меня есть старший ходил тестирование у нас возникли проблемы с вопросами которые они играют в игру типа с детьми которая называется запрещенные слова нельзя говорить слово да нет и цвет нельзя называть тебя тебе задают вопрос и вот там короче звучат такие вопросы какого какие у тебя глаза какое небо весной какой холодильник что такое и у меня саша в основном простые простой холодильник простое небо короче с прилагательными проблема а так в основном все хорошо он почитал слова какие-то там запомнил которые нужно было запоминать не все конечно вопросы поотвечал в общем все хорошо у нас вот посмотрим какой там нас класс определяет принципе абсолютно без безразлично без разницы какая там будет буква хорошо бы чтобы учитель попался хороший чтобы ребята были такие и еще бы если бы из детского сада кто-нибудь пришел в этот же класс вот было бы здорово вот так а так все хорошо девушка такая молоденькая с ним разговаривала мало же меня наверно вот